Большие новости на телеканале Енисей, в студии Ксения Кащеева. Здравствуйте! Итак, Красноярск готовится принять большой всероссийский библиотечный форум. Какие книги читаете вы и как прививаете любовь к чтению своим детям? Ходите ли в библиотеки или предпочитаете современный формат книг, например, аудиокниги или электронные книги? Делитесь своими историями. В ближайшие 45 минут мы готовы их зачитать. Мы принимаем ваши звонки в прямом эфире по телефону 201-0505. Автору лучшего комментария мы подарим билеты в цирк на шоу «Слонов». А пока коротко о главных событиях дня. Губернатор поздравил участников Чемпионата мира по лыжному ориентированию. Какие награды вручили спортсменам? Всегда останется спортивной историей Красноярского края. Об этих победах будете рассказывать тем, кто начинает только сегодня познавать вкус победы. Районы края полным ходом готовятся к весенним паводкам. Какие меры предпринимаются, чтобы избежать подтоплений? У нас будет задействовано 18 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники. Красноярский край готовится принять библиотечный форум России. А какие книги читаете вы? Обсуждаем в эфире и дарим билеты в цирк. На озере Улюколь в Дзержинском районе зафиксирована массовая гибель рыбы. В чем причина и как спасают остатки популяции? Последний раз такое было 27 лет назад. Был такой же страшный замор, абсолютно такой же замор. Итак, губернатор Виктор Толоконский наградил участников и организаторов Чемпионата мира по лыжному ориентированию, который проходил в Красноярске с 5 по 13 марта. Три спортсмена из нашего края завоевали две золотых медали, четыре серебряных и одну бронзовую. Представители Международной Федерации по этому виду спорта назвали прошедшие соревнования одними из лучших в истории. Подробности? Прямо сейчас. Почетные грамоты губернатора Красноярского края награждается заслуженный мастер спорта России. Спортсмен-инструктор Академии зимних видов спорта Андрей Сергеевич Григорьев. Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатор Виктор Толоконский награждает победителей и призеров прошедшего Чемпионата мира по лыжному ориентированию, а также тренеров и организаторов соревнований. ...спортный письма Сибирского федерального университета. Всегда останется спортивной историей Красноярского края. Об этих победах будете рассказывать тем, кто начинает только сегодня познавать вкус победы. И это очень-очень важно. Ну и очень благодарен тренерам, педагогам. Полина Пролова, Кирилл Веселов и Андрей Григорьев. Наши спортсмены, которые создавали спортивную славу Красноярия на этом чемпионате мира. На их счету два золота, четыре серебра и одна бронза. Кстати, лыжники тоже не остались в долгу, поблагодарили главу региона за внимание к спорту и вручили ему памятную стеклетку. На протяжении, наверное, 13 лет я в составе сборной команды страны. Это у меня уже четвертое золото чемпионатов мира. Конечно, очень приятно было выступать на домашнем чемпионате мира. И в этом году мы очень серьезно готовились. Именно потому, что это не очередные соревнования, а это домашние, это дополнительная ответственность. Примучательно, что оценку отлично к красноярскому чемпионату поставили все участники. Президент Международной федерации ориентирования Лехо Халдена в этом спорте более 40 лет. И он уверенно говорит, нынешние соревнования одни из лучших в истории. Что у нас в лесу, это мы умеем очень хорошо делать. А что здесь стадион и вся ваша организация, это и открытие соревнований. Это то, что обычно на наших соревнованиях не бывает. Так что мы очень счастливы, что у вас будет через два года будет универсиада. Прошедший чемпионат стал первым тестовым соревнованием при подготовке к универсиаде 2019 года. Соревнования столь высокого уровня позволили проверить готовность всех служб, связанных с транспортировкой, размещением и питанием спортсменов, подготовкой трасс, обеспечением безопасности и так далее. Полученный опыт поможет при организации всемирных семних студенческих игр. В Красноярске, кстати, до них осталось 709 дней. Анна Московских, Максим Галат, новости. Красноярский край готовится к паводкам. Сегодня председатель правительства, глава краевого комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Виктор Томенко оценил готовность техники и личного состава спасателей. Помогать муниципальным образованием бороться с паводками будут специальные оперативные группы. Уже в начале следующей недели одна из них отправится в южные районы края, чтобы оценить самые опасные места и принять необходимые меры. Остальные спасатели в апреле будут работать в западных, восточных, северных районах. У каждого подразделения есть вся необходимая техника и оборудование, в том числе катера, моторные лодки, средства связи, наборы для оказания первой медицинской помощи. Спасатели будут дежурить на гидроизмерительных постах, устранять ледяные заторы и координировать всю работу на месте. По словам специалистов, в этом году снега выпало много, но тает он равномерно, поэтому особых проблем быть не должно. В целом на подготовку к паводкам дополнительно выделили 10 миллионов рублей. Еще 250 миллионов предусмотрено в резервном фонде правительства края. Наши сотрудники группы межведомственной и наших учреждений краевых, и непосредственно МЧС России, Главного управления по Красноярскому краю, прошли специальную подготовку. Это все, конечно, подготовленные спасатели. Мы смотрим спокойно на обстановку. Финансовые резервы также предусмотрены бюджетом Красноярского края. В этом плане правительство принимало все необходимые решения. У нас будет задействовано 18 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники, 300 единиц плавстрец и два вертолета Ми-8. Помимо этого мы можем дополнительно привлечь еще 6 единиц вертолетов в случае необходимости ухудшения обстановки. А также будут работать на нашей территории 10 взрывников со взрывчаткой в случае необходимости для рыхления и разрушения состава льда. Полным ходом идет подготовка и в районах края. Спасатели режут лед на реках и проводят учения. Когда ожидается первая волна паводков в территориях, расскажет Ольга Тишинина. Каннские спасатели начали готовиться к паводкам загодя режет лед на реке Канн. Такие нехитрые манипуляции позволяют ослабить его и предотвратить образование ледовых заторов, которые могут спровоцировать подъем воды до критического уровня. Затем специалисты приступят к чернению льда, посыпят его отходами угля и мазута. Так он будет быстрее таять, поскольку черная поверхность активнее поглощает тепло. По прогнозам синоптиков, в этом году Канн вскроется на неделю раньше нормы, уже в середине апреля. Это не единственное, это мы только начали в этом месте. На данном участке здесь пять пропилов планируется. Для того, чтобы опилить русло, пропилить русло, огородить острова, чтобы русло, оно не идет по прямой, оно именно вокруг островов. Для того, чтобы облегчить прохождение, ослабить лед, вот именно эти острова пропиливаем, опиливаем, так, чтобы не возникло заторов, чтобы большие льдины отсечь. Первый пошел! Инисейские спасатели тоже готовятся к горячему сезону. Во время учений десантируются с помощью специального спускового устройства. Во время паводков такие умения могут пригодиться. У нас большая река здесь, то есть в период паводкового сезона, ледостава, люди на льдинах ездят. Вот, нужно снимать таких людей с льдин, то есть при помощи этой системы подвесной можем высаживаться на льдины и так далее. А это еще один элемент тренировки. Облачившись в водолазный костюм и вооружившись фонарем, спасатели погружаются под воду. Условия непростые, из-за толстого льда видимость плохая. Да и выбраться на поверхность водолаз сможет только в определенном месте. Но именно так специалисты отрабатывают действия на случай спасения утопающих из ледяной полыньи. Но юге края тоже все готово к паводкам. В Курагино прошел смотр самой разной техники, от дорожной до автомобилей скорой помощи пожарных машин. В случае подтоплений спасатели готовы эвакуировать население, доставить питьевую воду и продовольствие в районы бедствия. Впрочем, на юге края в этом году особых проблем не ожидают. Запасы снега в пределах нормы, а в Минусинском районе даже ниже. Основные паводки здесь ждут в первой половине апреля. На реке Минусинка сейчас вода проходит свободно, на леде нет, но мониторят ситуацию постоянно. В связи с тем, что в этом году довольно ранние температуры плюсовые пошли, снежный покров растаял постепенно. И основной снег уже на сегодня в городе Минусинске и так далее растаял. Пойдет только с лесных участков. В связи с этим вообще какой-то чрезвычайной ситуации по городу Минусинску не прогнозируется. А вот в Вачинске наоборот. В этом году зима была щедра на снег. Из города уже вывезли 172 тысячи кубических метров снега. Администрации говорят, такого не припомнят. Чтобы город по весне не утопал в лужах, сейчас чистят ливневки. А вот на Чулыми никаких особых работ проводить не будут. По прогнозам синоптиков, скрыться река должна чуть раньше обычного. На случай большой воды подготовили технику. 12 улиц, которые подходит в зону подтопления. Сегодня определено 6 мест, где у нас будут располагаться, вывозиться жители, куда они будут располагаться при необходимости. Где они могут размещены в какое-то определенное время. Неделю, две, три, в зависимости, пока не упадет паводок. По словам специалистов, первую волну паводков они ожидают с 1 по 30 апреля, когда активно начнет таять снег и вскроются малые реки. Вторую волну прогнозируют с 20 апреля по 10 июня. Когда места наступят в предгорных и горно-таежных районах Саян, а от льда освободятся Енисея, Ангара, Нижняя Тунгуска и другие крупные реки. Ольга Тишинина, Павел Пателицын. Новости. В середине мая Красноярск станет библиотечной столицей России 2017 года. Сегодня состоялось заседание Организационного комитета по проведению Всероссийского библиотечного конгресса под руководством председателя правительства края Виктора Томенко. Ожидается, что в Красноярск съедутся более тысячи участников из 60 регионов страны. Во время конгресса пройдут 40 профессиональных секций на 11 площадках. Обсуждать современное библиотечное дело будут и в университетах. Сегодня на заседании министра культуры края Елена Мироненко отметила, что по итогам 2016 года Красноярский край вошел в пятерку самых читающих регионов России. И впервые в истории конгресса в Красноярске будет подготовлена особая культурная программа для гостей. А как подчеркнул президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов, наш край выбран библиотечной столицей страны заслуженно. В регионе развитая сеть современных востребованных библиотек и работают профессионалы высокого уровня. При этом в последние годы по поручению губернатора реализуется проект модернизации этих учреждений, которые становятся многофункциональными культурными центрами. Библиотечная столица России – это значит развитая сеть современных востребованных библиотек. И так и есть. У вас реализуется очень интересный проект. Это были модельные библиотеки, теперь библиотеки будущего. У вас богатейшие книжные фонды. Вы большое внимание выделяете сельским библиотекам, школьным библиотекам. У вас прекрасная вузовская университетская библиотека. Это хорошие современные библиотеки. Людям приятно не только приходить читать, но и использовать библиотеки как центры общественной жизни. Для общения, для проведения различных форматов общественных мероприятий, для каких-то встреч, для лекций, для полного спектра тех форм и форматов, которые мы применяем в своей жизни. Ну что, сегодня мы интересуемся, какие книги есть в вашей домашней библиотеке. Топ лучших книг по вашей версии сегодня составляет Наталья Винокурова. Наташа, здравствуй. Что пишут и что советуют наши телезрители? Ксения, добрый вечер. Да, вот тут получается, что Брэдбери против Стругацких, а Пушкин соперничает с Барином в литературных предпочтениях красноярцев. У всех очень разные вкусы литературные, и каждый считает, что его автор и произведение любимое самое лучшее и достойно прочтения. А кого читаете вы и что читаете у любимых своих авторов? Может быть, недавно познакомились с каким-то из писателей или современным произведением? Пишите и нам вайбер 8 933 337 71 72 336, либо лучше звоните в прямой эфир 201 05 05. Даже если читаете немного и не запоймо, делайте это время от времени. Ну что ж, мы пока за самый лучший комментарий и совет. Мы подарим сегодня билет в цирк на 26 марта на двух человек. Но я непосредственно перейду к прочтению комментариев. Анна пишет, что читает многое, с удовольствием любимое, покупает для домашней библиотеки. Но большинство книг все-таки в электронном виде проглатывает. Прямо сейчас читает собор Парижской Богоматери Гойго, очень нравится. До этого прошла человек, который смеется, этого же автора. Стиль своеобразный, уверена, у Гойго Анна. Конечно, зато словно погружаешься в реалии Англии 17 века. Вообще, даже если книга не понравится, редко бросаю, обычно дочитываю до конца. Не смогла Аня осилить лишь три произведения «Котлован», «Война и мир» и «50 оттенков серого». У Дарьи читают в семье все. Мама любит классику. Сейчас перечитывает Достоевского. Я увлеклась в последнее время современной литературой. Вербера, Танатанафта, Империя ангелов, Мы боги. Но больше всего меня радует моя 10-летняя дочка, пишет Даша. Она тоже с большим удовольствием читает книги, ходит в библиотеки. Это наша гордость. У нас есть даже маленькая семейная традиция. Мы каждый день перед сном читаем вместе. Я свою книгу, а она свою. Максим делится с нами своими литературными предпочтениями и говорит, что любит читать бумажные книги исключительно, потому что можно окунуться в жизнь героев. А вот аудиокнига не для меня. В библиотеку хожу, но редко. У меня очень хорошая, большая своя домашняя библиотека. И Ксения во Вконтакте нам написала. Люблю читать настоящие живые книги, сами по себе уже несущие истории. Потертые, с пометками, с загнутыми уголками, с детскими каракулями. Аудиокниги мой мозг воспринимает плохо. Я визуал. Конечно, есть домашняя библиотека. И как ей не быть? Остались яркие воспоминания с детства. Огромный книжный шкаф, родители с книжками в руках и море детских книг. Мама умудрялась выискивать роскошные детские издания. Так что любовь к книгам у меня привита с детства. Ну и теперь своих деток влюбляет, пишет Ксения в книжке. К сожалению, не всегда есть возможность приобрести интересующую книгу в виде отсутствия, или из-за отсутствия стоимости, или отсутствия ее. Но тогда на выручку приходит библиотека. И как раз последнюю книжку «Два мира» она взяла именно там. Ну и мне подсказывают, что есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, какую книгу читаете сейчас и какую порекомендуете. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Здравствуйте, Юрий. Сейчас, значит, я читаю, в общем, сейчас две книги. Одну читаю в машине, вожу ее с собой. Это «Живи и помни» Валентина Распутина. А в электронном виде, если вас интересует, то дома читаю, когда ребенок уснет, Мильтона «Потерянный рай». Юрий, скажите, пожалуйста, а вы читаете в машине, в смысле, во время пробок или... Вот, во время пробок где-то что-то стою, жду, где-то вот есть время, когда лишнее так... Урываю по 10-15 минут, по 5-9. Очень полезная привычка. А ребенку вы вот сказали, что детям читаете. Что читаете, что любит? Ребенок еще у меня очень маленький, ему всего год и 9. И, ну, обычное все, самое обычное теремо, крепкое. Хорошо, спасибо большое, Юрий, за то, что так активно читаете и проводите время в пробках с пользой. Давайте возьмем на вооружение вот такую привычку хорошую у нашего телезрителя. Ну что ж, мы к этой теме еще обязательно вернемся. Какие книги читаете вы, каких авторов, что порекомендуете. Я напомню, что за самые интересные советы мы сегодня вручаем билеты в цирк. И на этом я временно с вами прощаюсь. Моя коллега Ксения Кощеева продолжит выпуск. Спасибо, Наталья. Я тоже с нетерпением жду, когда мы вернемся к этой теме. Как необходимо модернизировать речные перевозки в Край и насколько востребован этот вид транспорта, расскажем после рекламы. Это большие новости на Енисеи. Продолжаем выпуск. Сегодня в аэропорту Емельянова представители представили концепцию дорожного внутреннего оформления строящегося терминала. Дизайнеры показали свое видение нового аэровокзала в основе проекта несколько тем. Природа, человек, петроглифы, персоны и цвет. Предлагается, что они раскроются в интерьере залов терминала. Например, петроглифы расскажут об истории края. Изображение Тайги Енисея раскроет природную мощь, а персоны — это люди, которые оставили большой след в истории региона. Например, Василий Суриков или Виктор Астафьев. Эта концепция получила название «Дети одной реки». Сейчас представители аэропорта, краевой власти и творческой интеллигенции будут детально изучать проект, чтобы в декабре этого года красноярцы увидели новый терминал, который будет отличаться от других аэропортов страны. Аэропорт является такими воротами в большой мегарегион, который объединяется вокруг нашей великой реки Енисея. Это, соответственно, Хакасия, Тыва, собственно, Красноярский край. И, мне кажется, именно с аэропорта мы можем восполнять тот дефицит души и региональной идентичности, который Красноярский край с его многообразием природы, с его людьми, с его историей, традициями заслуживает. Мы считаем, что очень важно, чтобы посещение аэропорта было не только комфортным, но и интересным. И когда мы обсуждали сейчас программу развития этого аэропорта, предложенная Александру Викторовичу идея, связанная с рассказом о культурном, историческом наследии народов, живущих по берегам Енисея, показалась нам очень-очень интересной. Насколько востребованы речные, пассажирские и грузоперевозки в нашем крае? И что нужно сделать, чтобы модернизировать это направление? Об этом депутаты Краевого парламента говорили сегодня на воездном заседании. А на московских расскажет подробности. Депутаты законодательного собрания приехали на Красноярский судоремонтный завод. Они осматривают скоростные суда и теплоходы. Здесь вовсю идет подготовка к навигации, которая начнется уже через месяц. Депутаты отмечают, парк требует обновления. И тут же предлагают варианты решения. Я считаю, что для того, чтобы на реках, не только на Енисеи, и на других реках России появились современные суда, необходима определенная государственная программа на наших же верфях, допустим, в Санкт-Петербурге или в Нижнем Новгороде. И эти верфи должны получить, соответственно, большой заказ. Ну, допустим, каждой реке, допустим, по, не знаю, 7, 6, 8 кораблей. Существующему подвижному составу нужна серьезная модернизация. Ежегодно пароходство направляет на обновление судов более 100 миллионов рублей. Постоянно вводятся новые требования, связанные с безопасностью судоходства, с усилением требований по безопасности. Поэтому это ежегодные мероприятия. Сейчас вот большая программа по оборудованию судов, видеонаблюдением. То есть это дополнительная регистрация и фиксация, как что работает, и дисциплинированность. Самые крупные суда, пассажиры Речтранца, теплоходы Александр Матросов и Валерий Чкалов. Ежегодно они делают десятки рейсов по маршруту Красноярск-Дудинка-Красноярск. Обоим судам уже больше 60 лет. На теплоходе Александр Матросов сейчас идет реконструкция. Здесь меняют противопожарную систему, систему громкой связи, оборудуют каюты для маломобильных пассажиров. За только начало в ближайшие 2-3 года на Александре Матросове, а также на теплоходе Валерий Чкалов должны пройти глобальные реновационные работы. О развитии речного транспорта в нашем крае депутаты ЗАГСа Брани вместе с представителями пароходства говорят на специальном совещании. Это направление для региона очень значимо. За прошлый год по рекам края добирались до нужного места более 700 тысяч человек и больше 6 миллионов тонн грузов. Социальным значением линии в Енисейском районе мы выполняем МАС-23, линия Ярцев-Кривляк-Майская, 190 рейсов выполняем мы на этой линии, и Лисосибирск-Высокорск, судно на воздушной подушке, МАС-23, 490 рейсов. Развитие речного транспорта должно войти в стратегию развития региона до 2030 года. Причем важно, что краевые власти планируют развивать также и городское водное сообщение в пределах Красноярска. Анна Московских, Максим Галат. Новости. И мы возвращаемся к теме сегодняшнего большого эфира «Книга в вашей жизни». Что читаете вы, как прививаете любовь к чтению своим детям? Посещаете библиотеки, а может быть предпочитаете электронные книги? Наташа, передаю тебе слово. Наталья сегодня следит за вашими комментариями в социальных сетях. Спасибо, Ксения. Да, много вместо книг сегодня прошла сообщение и сделала своеобразные закладки. В уме на тему, что прочитать из ваших рекомендаций. Вот, например, интересный выбор у Елены, мама двух ребятишек. Пишет, что с упоением сидит за Кэтрин Стоккетт, прислугой о судьбе прислуги в Америке. История дискриминации, борьбы за свободу и так далее. Казалось бы, тема не очень легкая, но написано произведение очень легко и интересно. Вообще, читать люблю, и это делаю вместе со своими маленькими детишками. Появится лишнее время, обязательно перечитаю Лермонтова Мцири и Герой нашего времени. Любовь Орлоуна написала, что любит с ребенком читать книги, берет в библиотеке Паустовского в Покровке. В детском абонементе можно не только взять книжку, но и поиграть, порисовать. Это здорово. Ребенок еще маленький, три года. Сейчас читаем книгу, нарисованную словом Рустана Карапетяна, нашего красноярского писателя. Мы, кстати, решили поинтересоваться, много ли читателей в библиотеках современных. Позвонили директору библиотеки имени Черкасова Павлу Пелевину, известной в литературном библии фамилии Павел Николаевич. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас в вашей библиотеке читателей? Что берут люди на дом? Здравствуйте. Библиотека пользуется популярностью. Не прошла у нас история с цифровой книгой, не пошла аудиокнига, наименьший спрос. А вот стандартная книжная культура возрастает. Более пяти тысяч читателей, более сорока тысяч посещений. Книга выдача переваливает за сто тысяч экземпляров. А что берут, по крайней мере, в южной столице, это фантастика и фэнтези. Такие как Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, на полке никогда не стоит. Макса Фрая мы не найдем в библиотеке. И Стругацкие, ну и, конечно же, классик такой, как Толкин, тоже всегда будут в топе. Павел Николаевич, а у меня вот вопросы. Что читает сам директор библиотеки? Какая у вас настольная книжка? Знаете, русская литература вывела одну очень хорошую формулу, которая подходит всегда и везде. И формула эта звучит, читайте Чехова, как лучший антидепрессант и как вообще одно из самых лучших средств для успешной жизни. Вот эта книжка и будет моей настольной, является всегда рядышком. Спасибо большое, Павел Николаевич. И еще возьмем и ваш совет на заметку. Это все-таки директор библиотеки имени Черкасова. Я думаю, что человек понимает в толку в литературе лучше, чем мы, любители читателей. Александра написала, что в школе зачитывалась фэнтези и фантастика, и, кстати, о популярности этого жанра в нашем крае. В университете по учебе часто засиживалась в библиотеках, и сейчас чаще всего электронные аудиокниги читают. Сегодня в машине слушала мастера и Маргариту Булгакова. Прекрасная полная версия, озвученная актерами. Дома, конечно же, есть бумажные экземпляры любимых книг. Екатерина рассказала, что читает уже каждый день, специального для этого выделяет час. Хорошая привычка, я думаю, что надо постараться и взять тоже ее на вооружение. На этом мы заканчиваем нашу интерактивную часть, но обязательно вернемся еще в эту студию и подарим билеты за самый интересный комментарий и совет литературный ваш в цирк на 26 марта на двух человек. Так что на этом заканчиваю временно и передаю слово своей коллеге Ксении Кощеевой. Да, будем следить за тем, кому достанется билет. Ну а пока прервемся и вернемся после рекламы. В чем причина массовой гибели рыбы на озере Улюкольт Дзержинского района? Расскажем через пару минут. Это Большой эфир на телеканале НСИ. Продолжаем выпуск. В поселке Мотыгино сгорело деревянное здание начальной школы. Пожар начался сегодня около полудня. По данным спасателей, в помещении загорелась кровля. Все ученики и сотрудники школы были эвакуированы. Никто из них не пострадал. Во время тушения за порядком на месте следили сотрудники полиции. Здание и прилегающая к нему территория были отцеплены. Добавлю, что сгоревшее помещение было построено еще в 50-х годах прошлого века. Данная школа оснащена пожарной сигнализацией. Это позволило администрации школы очень быстро среагировать на загорание и провести эвакуацию детей. Эвакуировано было 159 детей из школы и 50 человек взрослых. Это учителя и обслуживающий персонал. Это отдельно стоящий блок, начальная школа, спортивный зал. Дети, конечно, будут обеспечены помещениями для учебного процесса. А в основном здании школы там три здания. На сегодняшний день спасибо большое МЧС, работникам ЖКХ, что они подвозили воду и оперативно работали, и не позволили перекинуться огню на другие здания и на жилые постройки. В Дзержинском районе на озере Улюколь зафиксирован массовый замор рыбы. Сейчас местные власти, рыбаки, сотрудники Рыбнадзора сообща, пытаются спасти остатки популяции. Какие меры предпринимаются и какие версии рассматриваются, расскажет Леонид Юрков. Озеро Улюколь – уникальный водоем. На рыбалку сюда съезжаются жители всех восточных районов. Все благодаря чистой воде и большому разнообразию рыбы. Окунь, щука, карась, линь и сорога ловятся здесь круглый год. Однако несколько недель назад клев резко прекратился. До Нового года рыбачили все вместе. Много рыбаков ездило рыбачили. У всех клевало все. После Нового года, буквально полмесяца назад, не стала клевать рыба. Думали, что как мертвый сезон наступил, а вот оказалось, вот что. На этих кадрах, сделанных накануне, видно – дно озера усыпано мертвой рыбой. Причем произошло это не в каком-то одном месте. Такую картину можно наблюдать по всему водоему. Местные жители и бывалые рыбаки говорят, что виной всему вот эта ледяная корка, которая располагается над основной толщей льда. Она очень мутная и не пропускает солнечные лучи на дно озера. Из-за этого водоросли не выделяют кислород, и рыба попросту задыхается. Последний раз такое было 27 лет назад. Был такой же страшный замор, абсолютно такой же замор. Рыба умерла практически на 80%. Она вот только восстановилась. Полная популяция такая нынче. В прошлом году ребята поймали щук. Просто обалдеть. О хороших уловах теперь, к сожалению, придется забыть надолго. По прогнозам специалистов Росрыболовства, большая часть рыбы уже погибла. Сейчас остатки популяции пытаются спасти при помощи локальной аэрации. Воду из майн качают насосами, после чего пускают поверх льда. Она насыщается кислородом, а после вновь уходит под лед. Если карась и линь, он в иле находится, и в таком полуэнобиозном состоянии, он, возможно, на это никак не реагирует. А такие рыбы, там, как плотва, сорожка наша, щука и окунь, они активно себя ведут, и, возможно, что они отправятся вот этими продуктами разложения водорослей. Местные власти также не исключают, что замор мог произойти из-за несанкционированного сброса в улюколь нечистот. Специалисты уже взяли образцы воды и мёртвой рыбы. Причина будет установлена в ближайшие дни. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости. Красноярец Николай Коклемов во второй раз установил мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. Все подробности через пару минут. Вы смотрите новости телеканала Енисей. Спасибо, что остаетесь с нами. Итак, Красноярский край готовится принять Всероссийский библиотечный форум. Сегодня в большом эфире мы обсуждаем ваши книжные предпочтения. Передаю слово Наталье Винокоровой. Очень много комментариев. Допустим, начнем с самых последних. В Вайбере Екатерина Тимофеева написала, читаю. Очень нравится мне этот процесс. Вообще разную литературу люблю. Нравятся и незамысловатые книги Донцовой. За поем прочла «Пятьдесят оттенков серого» Джеймса. Люблю глубокие рассказы Паула Каэльи. А еще пока сидела в декрете с двумя ребятишками, решила перечитать школьные рассказы. Кому на Руси жить хорошо, не красу, преступление, наказание Достоевского. Сейчас дочитываю «Мертвые души Гоголя». Великие произведения, которые я прочла с большим удовольствием. Спасибо вам, Кате, за такой комментарий. Написала и Ковалева Елена. На библиотеке очень хорошая вещь. Представитель Кис. Таинственная история Билли Миллигана. И еще у него есть книга «Цветы для Алджерона». Просто супер. Вот так советуют для прочтения нам Елена Виктория Скобина. Читает сейчас книгу Полины Москвитиной Алексея Черкасова «Конь рыжий». Это вторая книга трилогии «Сказания о людях тайги». Читается легко, интересно, так как события происходят на территории нашего края. Это Москвитина и Черкасов «Конь рыжий». Еще любит книжки читать бумажные. Есть своя небольшая библиотека. Дмитрий пишет какое-то сообщение сейчас нам. Вот как раз допишет. И мы поймем, что читает же Дмитрий. Пока переходим в WhatsApp. И есть сообщение от Ольги. Вот, наконец-то, подписалась из Норильска. У нас в Норильске отличная общественная библиотека. Действительно, центр притяжения для приятного, интересного и полезного досуга. Отличный персонал. Душевная атмосфера. Кроме самого главного, книг и журналов есть, чем заняться взрослым и детям. Ну, тут она описывает, чем они занимаются в библиотеках. Но, на мой взгляд, не хватает новых изданий, в том числе классики. Мне нравятся Стейнбек, Довлатов, Тургенев, Толстой, Мария Семенова. Для детей советую Зощенко. Первая книжка нашей старшей дочери. Рассказы про Лельку и Миньку. Еще очень часто вспоминают книжные десанты, организованные у них на Рильске. За тысячи километров от федерального краевого центра мы могли приобрести книжки-новинки. Вот, это как раз от Ольги. Еще было несколько комментариев. Сейчас посмотрим, успевает ли Дмитрий. Не успевает, к сожалению, нам написать о своих литературных предпочтениях. И было еще сообщение от Натальи. Она удивлялась, как книга может быть неживой, так к тому электронной или бумажной. Любимое произведение сына аудиокнига «Маленький принц» Экзюпери. Много она слушает как раз, потому что не хватает времени. Ирина предпочитает книги только в бумажном варианте. Это особенное удовольствие, уверена Ира. Ольга книги любит и признает тоже только бумажной. Ни одной электронной, мною прочитанной или прослушанной нет. Со студенчество обожает Достоевского и Чехова. Из современных тоже есть несколько фамилий. Очень тяжело просто прочитать все, поскольку времени не хватает. И Сергей пишет, что читал раньше постоянно, что называется, «Запоем часто до утра, пока не перену последнюю страничку». Теперь времени мало и перешел на аудиокниги. Хотя понимаю, что настоящую бумажную книгу не заметить ничто. Вообще читать нужно много. Это очень помогает в жизни. Сложно подвести итоги, но все-таки, думаю, Екатерина Тимофеева, которая читает, кому на Руси жить хорошо, Некрасова, не стареющая классика, пойдет в цирк с ребятишками, со своими. Да, это мама. 26 марта в 13.00. Екатерина, вы можете связаться с нами для того, чтобы получить билет по телефону 236-01-36 или приехать сразу на остров отдыха 10 в строении 1. Это телеканал «Инисей» наш адрес. Я благодарю всех за участие сегодня в обсуждении. Интересная тема, интересные заметки для прочтения, в том числе, я думаю, наших зрителей и у меня, и у нашей дорогой редакции. На этом я передаю слово своей коллеге Ксении Кощаевой и спрошу, а что читает Ксюша своим детям? Вот интересно. Да, я сама люблю читать, конечно, но в последнее время все больше мы читаем дома сказки «Вечером перед сном». Читаю их детям, последние из прочитанного. Ну, предпочитаем, конечно, вообще классику. И последние книги, которые мы читали вместе, это, безусловно, Алиса «В стране чудес». И любит очень дочка моя, малыша и Карлсона, перечитываем часто и много. Но вообще я хочу сказать, что радует, что очень много комментариев сегодня. Это говорит о том, что не зря, наверное, Красноярский край, да, у нас читающий. И здорово, что теперь у телеканала «Инисей» есть личная библиотека рекомендаций. Пойдем читать. Ну и в завершение выпуска красноярец Николай Коклимов Николай Коклимов во второй раз стал рекордсменом мировой книги рекордов. В декабре прошлого года он подтянулся на перекладине 3810 раз за 6 часов и 5825 раз за 12 часов. Николай в декабре 2015 года уже установил рекорды в этих дисциплинах. Позже его обошел молодой американский спортсмен. В итоге 55-летний атлет из Красноярска решился на матч-реванш и существенно улучшил рекордные показатели. Сейчас Николай Коклимов готовится к покорению дисциплины в подтягивании за 24 часа. Силы были, потом готовился к этому все. Мотивация была для молодых. Мотивация очень хорошая, что любому возрасту рекорды покорны. И человеческий организм, кажется, он до сих пор не исследован, на какие возможности способен. К этой минуте у меня все. Впереди блок полезной информации. Пишите, звоните нам. Оставляйте свои комментарии на сайте www.nesei.tv Успехов в делах и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok